Приветищи! Это Спасатель Островов и мы находимся на фэнтезийном острове. Если ты помнишь, а если не помнишь, то обязательно посмотри предыдущие видео. И не забудь поставить лайк этому и подписаться на канал, если ты еще не подписан. В общем, вкратце, в прошлой серии мы с тобой приручили и покатались вот на этом замечательном драконе. Но выяснилось, что дракон летать не умеет, он умеет только парировать. Мы залетели сюда, на вот этот небольшой участок, на горочку, так сказать. Сейчас мы здесь уберемся, разобьем вот эту коробку и прыгнем в этот телепорт. Телепорт, ведущий в джунгли. Ух, будет весело. Но сперва нужно здесь убраться, а то очень тут грязь. А еще мы, наконец, добрались от этих строителей. И очень любопытно, куда же мы будем строить мостик? Вроде бы построить-то и некуда. Ну, в общем, давай сперва их отмоем. А они нам расскажут, чего, кого и как. Усо, мы их отмыли. Опачки. А тут сразу же и грязнюки. Сейчас мы их отмоем. Вот и все. У нас чистоган. Вот тут, конечно же, еще нужно убраться. А то цветы завяли. Романтика пропала. Вот. Отлично. Они прям благоухают. Такие цветы красочные. Бабочки сразу залетали. Этот участок убран. Но не совсем. Нужно еще цветочки тут палить. И вот теперь все. Все. Конечно же, сейчас с тобой призовем нашего радужного другана. Который поможет нам разбить эти коробки. Блин, давай все-таки мы перекрасим этого нашего единорога. Потому что это уже капец как стыдно гонять на таком зеленом. Значит, покупаем красильные шарики. Или еще какую-нибудь шляпу. Шляпу полицейского давай на него напялим. А то лишненько. Ай, шляпка. Блин. Давай монеточки сейчас вытянем. Шляпу берем. Одеваем на нашего единорожку. О, местный патруль. И перекрашиваем его. Вот. Красный он уже более благородно выглядит, да? И симпотно. Красный блондинчик. Но нет. Все-таки пусть он будет белорозовый. Собираем, значит, монетки. И разбиваем коробочки. Чпинг. Здесь тоже монетки. Пудель не оказалась, к сожалению. Или, может быть, к счастью. И смотри-ка. У нас тут все зарядилось. И нам нужно притащить сюда 10 налоговых токенов. И тогда мы откроем какую-то трубу. По всей видимости, мы сможем по ней спускаться и подниматься сюда. Это круто. Пойдем возьмем налоговые токены. Усо. Налоговые токены прибыли. Пожалуйста. И вот нам труба. Я даже какое-то достижение получил. Ну что, заходим? Работает как телепорт, слушай. Лифт-телепорт, я бы даже так сказал. Ну что, здесь у нас все убрано. Пришло время телепортироваться на тропический остров. Погнали. Ух ты. Ух ты. О, яичко. Интересно, я смогу его взять? Это очень опасно. Что такое? Ты только посмотри на это. Рекламный щит. Реклама моих коктейлей привлекает больше клиентов и увеличивает прибыль ларька. Можешь использовать свой трэш-бластер, чтобы очистить всю эту грязь моего рекламного щита. Пожалуйста. Ну хорошо, нет проблем, только сперва я яйца соберу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Кажется, я падаю. Хьюстон. Хьюстон, мы падаем. Ну все. Я просто хочу запрыгнуть на мост. Вот сюда, на край моста. Но это не получается, потому что я начинаю скользить с этих кирпичей. Ладно, попробуем вот так тогда. Оп. Вот. Тут все просто оказалось. Ну что, давайте сейчас, значит, рекламный щит. И вообще вот эту поляночку. И смогу ли я очистить щит, не убирая пластик. Ну, мусор в округе. Ну-ка. Нет. А так? Нет. Все-таки сперва нужно убрать пластик. Хорошо. Вот. Отличная работа по очистке рекламного щита. А теперь нарисуй на нем красочную рекламу. Я тебе что, художник что ли? Я не нанимался на рисование картин. Купите несколько пинтбольных шаров в магазине Пикби. Снимите рекламный щит и что-нибудь создайте. Вот это да. А как мне его снять? Может мне просто по нему пострелять? Давай попробуем. О! Отлично сработано. Эта реклама увеличила продажи смузи и прибыли ларька. Ты мне должен будешь процент. А си я еще стрельнул. Ха-ха. Смотри. Давай посмотрим все картины. А я не знал, что я так красочно умею рисовать. Так. Мне больше нравится вот этот вот. Короче, напиши в комментариях, какой постер тебе больше зашел. Первый, второй или третий. А я оставлю, пожалуй, второй. Так-так-так. Где у нас тут трэш-автоматы? У меня все битком. Мне нужно срочно сбросить мусор. Вот они. Рядом с порталом. Там еще один рекламный щит. Ты посмотри. Так, если я сюда зайду... А-а-а. Хм. Похоже, этот неисправный портал вернул вас к началу. На данный момент не похоже, что ты сможешь пройти через этот портал. Наконец-то! Я отстроил все трэш-автоматы. Сейчас я сброшу весь мусор. Ну вот. Весь пластик, стекло и алюминий убран. И знаешь, что я заметил? Вон там яйцо заметил. Потом вон там яйцо заметил. И еще коробка есть, которую нужно разбить. А, смотри-ка, пластик не весь убрал. О-хо-хо. Хорошо, что я сюда забежал за яичком. И вот еще одно яичко. Забираем. Разбиваем коробочку. Как думаешь, там будет пудель? Я думаю, что будет. По-любому. Он должен быть. Э-э-э, конечно. Шиш тебе на масле. Вот так-то. Просто денежка упала. Ладно, отмываем, значит, место для посева. Также деревья. И к нам сейчас должны прибежать какие-то новые фэнтезийные животные. Кто же это будет? Итак. Кто это? Кто это? Кто это? Что это за макака? Имп! Ушастый имп. Какой он злой. Как вампиреныш какой-то, да? Ладно, хорошо. Где ты, импик? Ого, он здоровенный. Я думал, он маленький. Он любит банановый смузи. Но кто бы сомневался, он на макаку похож. Точнее, на маленькую обезьянку. Сейчас еще кто-нибудь к нам прибежит. Отмываем, это дерево. Ага, прибегут. Прибегут, скорее всего, грязнюки. Ты посмотри. Получай. Где еще твои товарищи? Вот. Еще парочку должно быть. Возле портала затаились. И последний. Стой, не подходи к импу. Ну, вроде все. Отмываем последнее дерево. И бежим отмывать строителей. Которые, по всей видимости, починят наш сломанный телепорт. Ну-ка, ребятки. Все. Строители отмыты. Все, что нам осталось, это теперь... О, еще одна коробка. Сейчас посмотрим. Тут точно должен быть пудель. Ну вот же он. Наконец нашли. И потеряли. О, вот она. Она такая напуганная. Держи ее. Но, блин. Она снова убежала. Чтобы спрятаться. Да, миссис Пикби, тебе не фартит. С пуделем. В следующий раз лучше возьми кошку. Нежели собаку. Два куста драконьих фруктов у нас посажены. Сейчас к нам должен кто-то прибежать. У любителей этих фруктов. Итак. Это кто? Фани Фламинго. В переводе веселое фламинго. Ты посмотри на них. Они очень-очень забавные. И одноглазые, как циклоп. Обалдеть. И они любят, ну, естественно, драконьий фрукт. Точнее, смузи из драконьего фрукта. Ладно. Пойдем. Хотя нет, не пойдем. Давай закажем онлайн. Чего я буду бегать? Париться. Вначале покупаем банановых, потому что они дешевле. Спасибо. Сейчас мы накормим мартышек. Мартышечки. Смотрите, какая вкуснятина. Ух ты, мартышек-то у нас три штуки. Маловато будет бананового смузи. Надо купить больше. Ребят, я вам тут вот добавочку принес. Держите. Смотри, они еще какашками китайцы. Ты офигел? А, ну, слава богу, не в меня. Ну вот, мартышки у нас объелись. Сейчас посмотрим, какого они раскраса. Ух ты, нифига себе прикольные. Мне нравится их раскрас. Эй, пламинго, у меня тут для вас десертик. Держите. Блин, конечно, заказ смузи через онлайн-магазин, это очень дорого. У меня было 150 золотых монет, и сейчас осталось... Давай посмотрим магазинчики. А сейчас осталось 116. Но, тем не менее, это ускоряет процесс кормления. Представь, если бы я туда бегал, до аппарата смузи, потом сюда. Ну вот, осталось 92 золотых монет. Потому что фламинго жрут прям как не в себя. А ты замечал, как они едят вообще? Смотри, как они же склевать будут. Так-так-так-так-так-так. Ну вот, отъелись наши ребята. Давайте монету высвобождайте. И, в принципе, все. Этот участок очищен. А крас у фламинго тоже забавный. Мне он нравится. Опа. А вот и мартышки что-то хотят сделать. Неужели они починят нам телепорт? Ты посмат... Что ты сделал? Ты его сломал, а не починил. Гаечный ключ не сработал. Вот и все. Этот нахальный чертик просто отключил неисправный портал. Но, с другой стороны, теперь вы можете исследовать остальную часть острова. Ну, кстати, да. Я теперь просто могу туда перепрыгнуть вот так вот и все. Меня никуда не телепортнет. И я утопился. Сперва нужно мостик здесь сделать. А потом уже туда бежать. Пришло время починить этот мост. И бежать. Тут снова рекламный щит. Кстати, надеюсь, что яйца я там все собрал. О, ракушка, смотри, какая большая. Смотри, еще один рекламный щит, который нужно очистить и покрасить. Давай же сделаем это. Не-не-не, подожди. Меня больше интересует вон та огромная ракушка. И у нее, по-моему, очки даже есть. Так, дракончик, ты мне нужен. Мы сейчас слетаем туда. Поболтаем с этой ракушкой, если, конечно, возможно. Ракушечка, я лечу к тебе. Опа! Здрасте, мордасти. А что вы такие деловые? Хе-хе. Давай поговорим с ней. Так, дракоша, отойди, пожалуйста. Эй, Бианафт. У меня есть кое-что, что вам может пригодиться. Я дам вам это в обмен на очистку этой области. А, так вообще не вопрос. Садимся на дракошу и полетим. О, яичко. Давай его сперва соберем. Есть. Ну, а теперь полетели. Надеюсь, я допарирую вот до этой области и не утону. Да, я смог. Ну что, пойдем очистим этот рекламный щит. Посмотрим, какая рекламка здесь у нас будет. Надеюсь, тут будет что-то новенькое нарисовано. Дай попробуем. Блин, то же самое. Отлично сработано. Эта новая реклама увеличила продажи смузи и прибыли ларька. Ладно, давай здесь, наверное, оставим вот такой вот рисунок. Короче, кот сказал, что нам нужно построить здесь новую трубу. По всей видимости, тут будут новые фруктики, из которых мы сделаем новый смузи. Вот сейчас мы это и увидим. Ага. Новая труба позволит мне создавать новые вкусы смузи и увеличить прибыли ларька. Кто бы сомневался, он все про свою прибыль ларька говорит. Только об этом и думает. А пока давай разобьем коробочку. Скорее всего, там денюжки. Давай. Ага, точно, бабло. Бабосики, баблишка. Но баблишка не вылезает. Трэш-пластер у меня забит. Надо найти трэш-автоматы. Смотри, как фламинго спит. Как страус прям. А вот и грязнюки с мега-боссом. Я этот мега-грязнюк здоровенный. О, вот он. Вначале давай маленьких всех уничтожим. Ну и что ты собираешься облювать? Тут ничего нет. Просто размяться вышел. Все понятно. Короче, тут огромная поляна посадки. Нам нужно сейчас здесь все построить. А потом все высадить. Ну вот. Это последняя полянка у нас. Наконец-то мы все достроили. Очень здорово. И мы выяснили, что в итоге здесь за фрукты. Это черника. Так, значит, нам нужно две черники. Потом это что? Это драгонфрукт. Еще одна черника. Три черники. Четыре черники. И два драгонфрукта. Ок. Сейчас все это купим, посадим. И будет красота. Два драгонфрукта. И раз, два, три, четыре. А, больше не могу. Обидненько. У меня денег недостаточно. Обалдеть. Сейчас буду фэнтезийных животных тогда откармливать. Придется немножечко побегать до аппарата. Так, высаживаю то, что уже купил. На последнюю семечку не хватило, прикинь. Вот это обидно, конечно. Ну вот. Мы почти все посадили, за исключением последней чернички. Кустик и черники. И сейчас к нам прибегут фэнтезийные животные. О, смотри, какая черника. Какое дерево. Так, так, так. Кто это к нам прибежал? Двухголовая черепаха. Это, слушай, так прям как котопес. Только с черепахами. Вау. Мифические черепахи. Они просто обожают черничный смузи. Постройте подводящую трубу, чтобы можно было отправить чернику к моему аппарату. Но вообще-то мы уже все построили. У нас все готово. У нас все намазило на труба. А, значит, черничный смузи мы уже можем делать. Пойдем посмотрим, сколько оно стоит. Просто мне так лень бежать до этого аппарата. Пять. Пять монет. Мне этого будет недостаточно, слушай. Чтобы откормить одну черепаху. Придется все-таки бежать на своих двух. Ну, ладненько. Наконец-то добежал. Значит, нам нужен смузи из драконьего фрукта. Черничный смузи. Ух, ну наконец-то я сбегал. Так, значит, тебе драконьий фрукт держи. А черепашке чернику. Вот вам смузи. А второй товарищ будет кушать? Повернись. Второй товарищ, по-моему, не ест. Интересно, а как он какает? Он какает как-то через верх. Через свою копилку. Отлично. Черепаха у нас обделась. Это очень хорошо. А вот то, что лезут грязнюки, это вообще не круто. Опа, блин, попал. Смотри-ка, какой меткий попался. Получай. Вот так. Че, вроде все. Значит, теперь мы садим последнее деревце с черникой. Денег как раз хватило. 18 монет у меня осталось. На мороженку. Ну вот, собственно, и все. Смотри, какая черепаха прикольная вообще. В цвете. Забавно. Ну вот, в принципе, и все. Последняя поставочка. Драконьего смузи. А надо откормить последнего фламинго. И все тут будут счастливы. На этом участке острова. Давай, фламинго. Последний смузи выпивай. Я всех тут отмыл. Всех накормил. Все счастливы. Отличненько. Что же сделает ванта ракушка? Ключик золотой. Ура! Теперь, когда остров Оазис спасен, гигантский моллюск открылся. Скользите через воду на драконе и заберите золотой ключ. Спасибо, Кэп Очевидность. Опс, не то призвал. Мне нужен дракончик. Спасибо тебе, Катяр. Без тебя бы я точно не разобрал. Вот он, золотой ключик. Забираем. Отлично скользишь. Теперь использую золотой ключик, чтобы открыть портал на лесной остров. Ну, поскользили тогда к тому порталу. Вот он, этот портальчик. Сейчас мы туда долечим. Ну что, открываем? Е-е-е, отличная работа. Хорошего исследования тебе. Ну что, запрыгиваем сразу же? Вау. Мы в лесу. Здорово. Ура. Я вас поздравляю. Вы добрались до лесного острова. Это последний из плавающих островов. Давайте очистим и посадим здесь растения. Нифига себе, это последний остров. Обалдеть. Раз уж это последний, то оставим его напоследок. На этом все. Если тебе понравилось, то с тебя лайк под видео и подписочка, если ты еще не подписан. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.